В городском округе Люберцы реализуется приоритетный проект «Доступная среда». В прошлом году для маломобильных граждан адаптировали 115 объектов. В их числе оказалась школа-интернат номер 3 «Развитие». С воспитанниками и сотрудниками учреждения встретились мои коллеги. Хорошо, молодец. А теперь вот этой ручкой мягкая трогаешь, а вот этой шершавая. Семилетний Демир поступил в школу развития в сентябре прошлого года, как раз после масштабного переоборудования образовательного учреждения. Успехами мальчика довольны и педагоги, и мама. Спустя 8 месяцев обучения прогресс налицо. Ребенок с удовольствием бежит в школу, стал усидчивый, стал заинтересован в том, что он видит, как они обучаются. Очень интересно и очень ему нравится. Добиваться таких результатов помогают современные технологии. В школу поступила большая партия интерактивного и развивающего оборудования. Теперь занятия проходят в более интересной игровой форме. Отлично. Великолепно. Позаботились и о том, чтобы всем учащимся было удобно передвигаться по территории школы. Установили поручни, тактильные таблички и плитку. Нанесли напольные указатели. В школе появились наклонные скамейки, коляски и столы с механической регулировкой высоты. Доступная среда для каждого воспитанника. Обучается 133 ребенка с определенным диагнозом. Из них 57 человек инвалиды. И также здесь интернаты 40 человек, которые проживают с понедельника по пятницу. В 2020 году при появлении доступной среды очень сильно возросли эффекты обучения таких детей с различными нозологами, которые в нашей школе обучаются. Приоритетный проект «Доступная среда» реализуется на территории городского округа Люберцы с 2017 года. Его главная цель – обеспечить беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями к социально значимым объектам. Дворовые территории, подъезды, дорожно-транспортную инфраструктуру, а также учреждения торговли, культуры, образования и спорта сделают максимально удобными для маломобильных граждан.